Инфекционная больница. Прямо за забором не то что свалка, а настоящий мусорный полигон. Здесь и бутылки, и одежда, и пищевые отходы. В таком месте скорее поймаешь новую инфекцию, чем вылечишься. Рассадник заразу устроили бомжи. Бродяги живут здесь уже второй год, отходы несут отовсюду, в том числе из больничных мусорных баков. Все контейнеры мусорные под замком у нас. Открываем на время выноса мусора сотрудников и на время вывоза мусора, когда приезжает машина мусорная. Но все это дело ломается, все это вскрывается. Больше всего врачи опасаются, что маргиналы когда-нибудь устроят пожар и еду, готовят на кучах мусора, жгут костры. Вокруг сухая трава. Мусор, который они сюда принесли неизвестно откуда, он уже со временем гнить начинает, запах распространяет. Сейчас весна все растаяла, запах. И, наверное, насекомые какие-то, крысы отсюда все побегут к нам в больницу. А эти свалки тоже рядом с инфекционкой, но уже у входа. К этим кучам бомжей не имеют никакого отношения. Мусор сюда везут горожане. О свалках рядом с больницей руководство сообщило администрации города. Там пообещали очистить территорию во время общегородской уборки, которая стартует 1 апреля. Утвержден перечень объектов, территорий вернее, где убираются свалки. И одним из пунктов вот этого перечня – это территория в районе инфекционной больницы в городе Абаканье. Специалисты обследовали уже данный участок территории. Работы будут выполнены, я думаю, что и не до конца двухмесячника, а гораздо раньше. Эта куча украшает центр города. Свалка во дворе по улице Щетинкинов. Аккуратно против администрации. Управляющая компания проблему словно не замечает. А вот предприниматели, у которых здесь офисы, возмущены. В принципе, сюда к нам приходят люди по работе. И когда они попадают в такую вот обстановку, где стыдно подходить и страшно подходить, то они еще подумают, стоит ли сюда обращаться к этому предпринимателю или к этой организации за какой-то услугой, если они находятся в таком месте. Соответственно, тут такая вот круговая порука такая получается, что одни мусорят, другие не следят, третьи в итоге могут и страдать. Самое удивительное, что жильцы общежития, которые находятся в этом дворе, от комментариев по поводу мусорной проблемы отказываются. Но говорят, что свалку устраивают и же соседи. Им лень дойти несколько метров до ближайшего мусорного бака. А контейнеры при этом практически всегда пустые. Свалку на щетинке на мэрия тоже заставят убрать. Очистить дворы от зимних накоплений до конца апреля обязаны и другие управляющие компании. Виктор Буров, Сергей Казмин, Вести, Хакасия. Продолжение следует...